итак я в прямом эфире instagram не показывает у нас сегодня с вами очередной эфир мы с вами долго не встречались у нас с вами был почти двухмесячный перерыв я по вам очень-очень соскучилась и сегодня у нас очень актуальная тема пока мы все собираемся так я расскажу что у нас сегодня потрясающий гость дмитрий кагановский мы с ним встречались буквально несколько месяцев назад наверное может быть два месяца назад и встречались и тема у нас была онкология и наш этот эфир набрал огромное количество просмотров только на моем канале было более 5000 просмотров и еще про на разных ресурсах и в общем эта тема очень актуальная я про что и у семьи кагановский был определенный опыт и так извиняюсь фир был приостановлен потому что у нас никак дмитрий не может подсоединиться так 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 сейчас пробуем еще раз и я а я пока продолжаю настолько было актуальное количество людей писали писали мне писали дмитрию и мы решили что мы обязательно проведем еще один эфир на эту тему где уже конкретно дадим шаги вот тема была настолько актуальная что звонили писали и мы решили что мы еще раз проведем подобный эфир но уже в продолжение потому что ну реально есть чем делиться аллилуйя случилось наконец-то привет всем привет нам видно было очень нужно все-таки подключиться поэтому несмотря ни на какие технические проблемы причем с обеих сторон я тоже пытался послать приглашение но почему-то если вообще никак не реагировал хорошо ну ладно такое бывает главное что все произошло привет дима я очень рада тебя вот я могу себе представить как рада тебя видеть наши гости народ пишет да ты видишь потому что на самом деле было огромное количество комментариев на на самом деле я на самом деле не вижу комментарии у меня у меня их не высвечивает поэтому если будут ко мне вопросы ты мне пожалуйста их транслируй хорошо я тебе их про транслирую вообще не вопрос вот я рада тебя видеть и давай немножечко я в двух словах скажу все таки о том и тут пока начинали записывали заново и так у нас сегодня в гостях дмитрий когановский предприниматель бизнесмен которого я пригласила пару месяцев назад на эфир по теме бады лохотрон или жизненная необходимость потому что дмитрий когда его сын пришел к пониманию того что необходимо пить бады привел папу тем самым бадом тоже потому что дима решил что это вот какой-то лохотрон и нужно срочно сына спасать в итоге изучил эту тему и на сегодняшний день активно продвигает здоровый образ жизни активно рассказывать свои здания потому что как бизнесмен как предприниматель как умный человек как вообще скажу гениальный человек потому что я с димой знакома лично и не перестаю удивляться вообще генератору который у него установлен там в голове знаете который генерирует необыкновенное количество идей всевозможных это знаете когда там звезда впечатана на подкорке она все время там зовет куда-то вот она все время светит вот это такой человек невероятно интересный я его просто обожаю я думаю что его любят все люди которые с ним когда-либо пересекались вот и поэтому изучив эту тему он стал активно продвигать потому что это нормальное желание помогать людям вот и в какой-то момент беда постучалась в дом и было очень углубленное изучение темы онкологии и так случилось как бы хотели поговорить об одном в прошлый раз а а поговорили о другом более актуальном и по количеству просмотров было понятно что насколько эта тема актуальна вот и писали очень много комментариев писали очень много вопросов диме просто его завалили вопросами и дима мне позвонил славная проведем еще один эфир я прям поделюсь конкретными шагами что и как и вот сегодня у нас тема именно про это поэтому отправляйте приглашение всем своим друзьям знакомым возможно для кого-то эта информация спасет жизнь ну а еще скажу такой один очень важный момент дима его проговорил на прошлом эфире я сейчас это повторю когда случилась уже проблема и они приехали в израиль и разговаривали с профессором у дима было такое некое ну вот как же так вот мы тут вели здоровый образ жизни там как бы что-то вот что делали и вот а вот такая беда случилась и доктор услышал что они делали он сказал как бы благодаря тому что вы делали у вас сегодня есть шанс потому что болезнь пришла гораздо раньше и знаете я когда сталкиваюсь с людьми но когда жизнь пересекает и люди которые имели в своей жизни такой диагноз они сегодня говорят ну вот моя приятенница она говорит знаешь говорит нас я сегодня точно знаю что когда корот лап постучался в дверь нужно просто туда бежать потому что говоритiami мне об этом рассказывали ягод посмеивалась и было вообще не до того ножи всегда есть куда потратить деньги поставить дверь новую поставить окна сделать ремонт квартире купить платье у нас всегда есть на что потратить деньги вот и как то не до этого так вот говорит когда это приходит в дом как бы поздно не было то есть вот она тогда рассказывала к знаешь я точно знаю что видимо то начало болезни когда случилась вот где-то перед тем моментом или когда она случилось, вот тогда начала сверху стучаться информация, но не слышали, то есть дождались, когда уже это очевидно и когда очень часто бывает поздно. Поэтому на самом деле то, что мы сегодня будем с вами обсуждать, это касается каждого человека абсолютно, потому что онкология это не диагноз, это результат образа жизни. Итак, Дим, давай начнем. Я уже замолкаю. Расскажи, пожалуйста, чем мы сегодня можем помочь нашим зрителям, и вот какие у тебя были там вопросы, запись спрашивать будет, конечно же, запись будет, все эфиры всегда остаются у нас на страничке. Настя, спасибо за такое представление. Каждый раз, когда что-то так обо мне говорят, хочется повернуться назад и спросить, и посмотреть, о ком это говорят. В свою очередь, я тебя хочу поблагодарить за приглашение на такие замечательные эфиры, потому что каждый твой эфир это жемчужина, и каждый твой эфир несет какой-то, понимаешь, какой-то такой вот посыл добра, нужности, полезности, и абсолютно я уверен, что эти семена важной и полезной информации прорастают и кому-то приносят добро. Я хочу сразу оговориться, вот в первых словах моего месседжа, который я хочу послать. Дорогие друзья, те, кто будет смотреть, кто будет пересматривать, те, кто будет делиться. Я не врач. Я не имею ни морального, ни юридического права лечить. Я не провожу медицинский анализ, не работаю с диагнозами, анализами и не даю никаких назначений. Потому что мне разные приходят отзывы, в том числе после наших эфиров, в том числе прилетают и камни в огород. Да какое вы имеете право вообще рассуждать на эту тему и давать какие-то рекомендации и консультации, если вы не врач? Да, я не врач. И я не работаю, я еще раз повторюсь с анализами. Кстати, после нашего того с тобой эфира, вот по разводу БАД и детокса, да, мне писала и звонила, ну, порядка 45-50 человек после нашего эфира. Мне присылали анализы, чтобы я посмотрел и сказал, что здесь можно сделать. Я инженер, финансист, я изобретатель, я спортсмен, я тренер. И я просто грамотный человек, который столкнулся с проблемой в своей семье и который разобрался в этом, ну, в какой-то степени, может быть, лучше многих врачей, непрофильных. Более того, так получилось, что я сейчас даже некоторых профильных врачей консультирую по методам выведения из реанимационного состояния онкобольных после химиотерапии. Потому что большинство людей, к сожалению, они умирают даже не от онкологической проблемы, а от последствий лечения. Потому что химиотерапия, радиооблучение, они убивают не только больные клетки, но и здоровые. Сумасшедшая интоксикация организма. И если у нашего организма нет резервов или они на пределе, он просто с этим не справляется. И ты абсолютно права, что, как говорят, да, вот в славянских народах гром не грянет, мужик не перекрестится. Я специально для нашего эфира, перед эфиром, я зашел, есть такой статистический сайт, называется SerpStat. Их достаточно много статистических ресурсов. И я вот сделал всего лишь два запроса. Профилактика рака и лечение рака. И распечатал. Сегодня профилактику рака искало три человека. На всем русскоязычном интернет пространстве. А лечение рака сегодня, в тот самый момент, когда я зашел, 7618 ключевых фраз, если открыть которые, вот здесь, видите, вот здесь нет, показать все. Это вот просто было вот эти три запроса. А вот здесь показать все. И если зайти в эти показать все, это десятки миллионов запросов. То есть сегодня только три человека в этот момент спросило, как не допустить онкологию. И миллионы человек в данный момент и ищут, как лечить онкологию. Так вот, моя задача, твоя задача, наша задача, вот переключить в мозгу людей тумблер на профилактику, на предотвращение. Более того, можете мне поверить, можете не поверить, вот называется серпстат, можете зайти. Какой бы вы ни вели запрос, лечение гипертонии, профилактика гипертонии, лечение бесплодия, профилактика бесплодия, лечение аллергии, диабета, инсульта, профилактика. Примерное соотношение то же самое. Ищи 3, 5, может быть 100 человек профилактику. И лечение ищут десятки миллионов, сотни миллионов человек на планете. Но я столкнулся с тем, и врачи тоже не дадут мне соврать, что лечение конкретной болезни может отличаться от лечения другой конкретной болезни. А профилактика одна и та же. Потому что в чем проблема? Я думаю, что многие зрители смотрели сериал «Доктор Хаус». Прекрасный врач, да, со странностями, покуривающий наркотическую травку, но потрясающий врач, который собирает в своем окружении гениальных врачей. И каждый раз, когда сложный случай, сложная проблема, они собирают консилиум. И зачастую у даже этих классных высококвалифицированных врачей у каждого свой диагноз. И они этот свой диагноз отстаивают. И потом они коллегиально какое-то решение принимают. А если все-таки ошиблись с диагнозом, значит назначено неправильное лечение. А какое последствие неправильного его лечения? Ну, вопрос риторический, да? На самом деле, разобравшись и в медицинской литературе, и в общей оздоровительной литературе, я понял, что у человеческого организма есть только две проблемы. И ни один академик от медицины мне не смог возразить. Только две. Не 20 тысяч диагнозов, признанных 11-м пересмотром классификации болезней во Всемирной Организации Здравоохранения. Всего лишь две. Избыток ненужного и недостаток необходимого. Человек, даже если он умирает, смерть это не диагноз. Человек умирает от нехватки кислорода, гипоксия, от нехватки воды, обезвоживания, от нехватки функционального питания и от избытка шлаков, токсинов, паразитов, патогенной флоры. Все! Нет других причин смерти у человека. Так вот, профилактика, которую мы исповедуем в нашей семье и которая, я считаю, нас спасла, мы и предлагаем другим людям. И это профилактика. И онкологии, и инсульта, и инфаркта, и аллергии, и всего чего. Поэтому, когда мне звонят и спрашивают, Дмитрий, а что у вас есть от рака? Боже упаси, ничего. Что у вас есть от бесплодия? Боже упаси, ничего. У меня есть то, что поможет вашему организму справиться с проблемой. Да, я не Господь Бог. Я не могу гарантировать вам результат. Не могу. И никто не может. Самый великий врач. Алицена, доктор Пирогов, доктор Амосов. Можно называть любые имена. Никто не может гарантировать результат. Мы предлагаем шанс. Причем именно предлагаем. Мне очень понравилось высказывание знаменитой французской писательницы Энн Ламот. Маяки не бегают по острову, выискивая, какую бы лодку спасти. Они просто стоят и светят. И те корабли, которым нужен этот свет, идут на него. Как красиво. Ты мне должен эту фразу потом записать. Обязательно. Я тебе даже пишу красивую картинку с маяком. У нас есть информация. Мы даем свет. Вам нужно? Идите на этот свет. Вам не нужно? Проходите мимо или пытайтесь добраться сами. Но тогда, если вы сядете на рифы... Мы вам это, во всяком случае, вы никогда уже не сможете сказать, что вы эту информацию не знаете, что вы ее не слышали. Мы не можем давать гарантию, что если вы последуете нашим рекомендациям, вы не заболеете. Тем более мы не можем вам давать гарантию, что вы не умрете. Все умрут. К сожалению. Но раньше или позже. И в одном состоянии или в другом. Моя мечта прожить мою жизнь не тускнее. Не упасть в конце жизни беспомощным овощем на руки своих детей и внуков. Чтобы потом, как у Пушкина, вздыхал и думал про себя, когда же черт возьмет тебя. Понимаешь? Я хочу, как лампочка, первую последнюю секунду своей жизни гореть ярко. А потом в последний момент просто перегореть. И чтобы Отец Небесный сказал, так, классно было. А ну, повтори. Ребят, я действительно проработал огромное количество литературы. Я очень много работал с подсознанием. И я вызубрил и Кеха, и Мерфи, и Джо Диспензу. Я вот бестселлер, который я показывал на прошлом эфире, который я привез из Израиля. Это книга вот этого гениального онколога, которому мы попали в Израиле. Топ-5 онкологов Израиля, топ-20 онкологов мира. Йосеф Бреннер, у которого своя собственная неимоверно высокого уровня клиника онкологической медицины Нью-Хоуп. Новая надежда в Тель-Авиве. Он более 20 лет назад создал и до сих пор возглавляет онкологическое отделение в одной из крупнейших государственных больниц в Израиле. Вольфсон, в городе Холони. И он выпустил бестселлер на трех языках. Называется «Жизнь без рака» или «Without Cancer» на английском. Здесь 720 страниц. Я эту книгу практически выучил наизусть. Здесь на 720 страниц, наверное, там 250 или 300 моих закладок. Я изучал гениальную книгу «Трансцент. Превосхождение», которую написали один из ведущих визионеров мира Рэй Курцвейл, директор машинного обучения всего Гугла и американский врач-клиницист Терри Гроссман. Здесь каждая буква – это какое-то слово, это какое-то понятие. Девять шагов на пути к бессмертию. И здесь вот, например, S – это сапплментс, добавки. А D – это детоксикейшн, очищение. А N – это нутришн, правильное питание. Я изучал работы израильского натуропата доктора Горина. Я изучил работы группы Стэнфордского университета, одна из сильнейших медицинских школ мира. А вот эта работа семейной пары докторов Джастина и Эрики Соннегург «Здоровый кишечник». Здесь такая потрясающая информация, что мы понимаем, что мы ничего не знали про себя. И зачастую мы делали все во вред своему организму. Я лично общался в Украине, потрясающий человек, который получил звание «Выдающийся натуропат Европы», который сам у себя излечил неоперабельный рак пристательной железы. Профессор Валерий Кириллович Песчанский, благодаря которому, собственно, мы познакомились с людьми, которые нас познакомили с людьми, которые нас познакомили с израильским онкологом. Система рекомендаций работает. Правильно говорят, что через шесть рукопожатий можно обойти весь мир. Я изучил, у меня есть закрытая диссертация на соискание звания доктор медицинских наук. Закрытая, с ней можно ознакомиться только в библиотеке Росздрава Российской Федерации, но она у меня на руках, где пять лет изучалась кровь плацебо-контролируема, рандомизирована. То есть изучающие не знали, чью кровь, с каким диагнозом они определяют. Изучалась кровь больных людей. И был шок, когда практически в 90% всех патологических, в том числе и онкологических проблем, у всех этих пациентов были паразитарно-бактериологические инфекции в крови. И когда людям давались антибактериально-антипаразитарные программы, наступали потрясающие результаты. Потрясающие, но это невыгодно. Фарм-индустрия это не нужно. Химию продавать гораздо выгоднее. Гораздо выгоднее. Так получилось, что у нас в семье есть онколог. Высокопрофессиональный онколог. 45 лет своей профессии, сейчас на пенсии, но до сих пор со всего Союза. Просят, чтобы посмотрели снимок, потому что это рентгенолог-онколог. И когда у нас в семье случилась беда, нас прооперировали здесь, это был пожар, это было ургентно. Мы пришли, и хирург вышел и сказал, ребята, деньги значения не имеют, у вас нет времени ни на Германию, ни на Израиль, резаться завтра. И я внутри, это я так брюнет, да, а внутри я седой и выгоревший, потому что я вообще человек ответственный. Но я никогда в жизни до этого не принимал решение, от которого зависит судьба дорогого человека, любимого. Я принимал решение, оперироваться в этой клинике или не оперироваться. Верить мнению специалистов или не верить, потому что сколько врачей, столько мнений. Когда провели операцию, операция была на кишечнике в районе сигмовидной кишки, мне говорили, слушай, ну операция прошла хорошо, ну края резекции чисты, ближайшие метастазы убрали, все, не мучай человека, химия, она только убивает. А другие говорили, ты что, сошел с ума, а вдруг где-то пропустили на клеточном уровне, только химиотерапия, ты же потом себе локти сгрызешь. Третьи говорили, а вот надо в клинику израильской медицины в Украине. А четвертые говорили, ты с ума сошел, они торгуют просроченными препаратами, которые полгода стояли на таможне без холодильника. Дай бог, чтобы они только не убили, они не помогут точно. Надо лететь в Израиль. Все это приходилось решать буквально в сжатые абсолютно сроки. И когда мы прилетели в Израиль, ты абсолютно правильно сказала, и прошли определенный уровень обследования, израильский профессор, мы говорили через переводчика, это медицинский туризм, начал говорить о том, что вот, вы должны очищать кишечник, вы должны пить щелочную воду, вы должны пить витамины и минералы. Я сказал, профессор, я очень разочарован, но я уже во все это не верю, мы пять лет на правильном питании во всей семье, и вот у нас такая беда. И он мне через переводчика, расскажи, что вы делали. Я рассказываю, он встал, подошел, обнял и меня говорит, вернетесь в Украину и поставьте свечку тому, кто вам дал эту тему. Вы просто поздно начали. Я оцениваю возраст опухоли 8-10 лет. Когда вы начали, ей уже было где-то 3-4 года, но вы ее тормозили. Если бы вы этого не делали, вы бы сейчас со мной здесь не разговаривали. Поэтому езжайте и продолжайте. И к самой лучшей, самой передовой, самой дорогой химиотерапии в мире, в тот момент, прошло сейчас 4,5 года, против этого вида онкологии, аденокарцинома толстого кишечника, третья стадия, он нам назначил 13 добавок БАДовских. При этом он сказал, господа, я не имею отношения ни к одной из компаний. Мне все равно, где вы это будете покупать. Главное, чтобы был вот такой ингредиент и чтобы была такая концентрация. И чтобы вы принимали вот такой дозировки. Потому что вот это нужно, чтобы не умерла печень, вот это нужно, чтобы не умерли почки, вот это нужно, чтобы не свернулась кровь, вот это нужно, чтобы не пострадал мозг, вот это нужно и так далее, и так далее, и так далее. Например, я не знаю, знают ли смотрящие и слушающие наш эфир то, что здоровые клетки могут получить энергию как из расщепления жиров, так и из расщепления углеводов. Раковые клетки могут получить энергию исключительно из расщепления углеводов. Точка. Все. Почему вся химиотерапия замешана на глюкозе? Потому что раковые клетки всасывают ее как пылесос и гибнут, потому что эта глюкоза отравлена. Но дозы глюкозы, которые назначаются во время химиотерапии, очень высоки. Очень высоки. Человек в повседневной жизни с такими дозами быстрых углеводов, с таким дозом сахаров, глюкозы не сталкивается. И происходит мощнейший инсулиновый всплеск. Выделяется большое количество инсулина, чтобы утилизировать эту глюкозу. И врачи, как правило, ничего не рекомендуют пациентам для того, чтобы не произошли эндокринные нарушения при таких больших количествах глюкозы. Нам была назначена альфа-липоевая кислота, мы ее покупали в Израиле, которая помогает утилизации инсулина, которая помогает распределению инсулина. Нам были рекомендованы другие препараты, у меня есть полный список. Да, я не знаю, рекомендовал ли бы профессор именно эти или остальные добавки другим видам онкологии. Но насколько я в этом деле разобрался, например, инсулиновый всплеск, он инсулиновый всплеск и при раке молочной железы, и при раке кишечника, и при раке легких и всего остального прочего. Антиоксиданты, а не антиоксиданты при любом виде раке. Кстати, очень многие говорят, вот нельзя витамины на онкологии. Вот у профессора, вот в этой вот книге, больше 200 страниц посвящено пищевым добавкам. Как они влияют. И вот здесь вот, сейчас я постараюсь найти, сейчас я постараюсь найти. Ладно, не буду торопить на это время. Здесь в книге у него сказано, что у всех обследованных онкологических больных был катазострофический недостаток витаминов и минералов. Но, он говорит, могло бы быть мнение, что это произошло из-за онкологического процесса, что они вот так вот утилизировались. Но, после опроса этих больных, оказалось, что они до определения болезни, до того, они вообще мало употребляли витаминов и минералов. Витамин С, витамин Д, фолиевая кислота, цинк, селен практически не встречаются в нужном количестве в еде рядового человека. Нам доктор сказал, что мы счастливчики, что человек, с которым я приехал, худощав. Он говорит, ваше счастье. Вы себе не представляете, что такое расползающиеся жировые ткани в руках хирурга. Излишний вес – это не просто некрасиво, это губительно. Поэтому, одна из констант здоровья, про которую я буду говорить дальше, это, например, нормальный просчитанный вес, который должен быть одинаковый на всем протяжении жизни, после того, как человек сформируется и станет взрослым. Быстрые углеводы. Профессор отметил, что это одна из самых больших проблем, потому что раковая клетка впитается энергией из быстрых углеводов. Я посмотрел статистику мировую, она ужасающая. Если в 1800 году среднестатистический человек из всех потребляемых продуктов в год получал 2 килограмма сахара, в 1900 году – 19 килограмм сахара, а в 2000 году – 72 килограмма сахара. За неделю? 72 килограмма сахара. 2,72. Пошмар. Поэтому такой сумасшедший, в том числе и поэтому такой сумасшедший рост онкологии. Я спросил профессора, профессор, он мне сказал, что на тот момент, несмотря на все величие израильской медицины, за последние 8 лет уровень заболеваемости раком в Израиле вырос на 50%. Он говорит, просто у нас постоянный мониторинг, мы постоянно проводим профилактические обследования, мы это выявляем на более ранней стадии. Поэтому смертность у нас от этого вида проблемы меньше, чем в других странах. Но вот такой вот уровень, и еще немного, говорит, мы перегоним сердечно-сосудистые заболевания. Я его спросил, профессор, почему? Он говорит, вода и еда. Я говорю, ну как? Еда, вы там собираете 3-4 урожая в год. Он говорит, да, но у нас не черноземы, как у вас в Украине. У нас глинистые почвы, без гербицидов, пестицидов ничего не растет. Да, мы не едим свинину, мы едим там курятину, говядину, но она вся на гормонах роста и на антибиотиках. А вода, 50% воды из Израиля опресненная. И она пустая, и она ничего не несет организму. Да, это мобильные гаджеты возле головы, мобильные телефоны, роутеры. Это гиподинамия. Мы стали меньше спать. У нас не вырабатывается в нужном количестве мелатонин. Вода и еда. Кстати, в перечне продуктов, которые он нам порекомендовал, был мелатонин, потому что действительно, мы поздно ложимся, рано встаем. Мы зачастую не высыпаемся и просто не успевает выработаться гормон, который необходим для укрепления иммунитета. И в том числе мелатонин, оказывается, восстанавливает межклеточные связи. Я не знала этого. Потому что раковая клетка, раковая клетка, и это одна из самых больших проблем в онкологии, раковая клетка отключает межклеточное общение. И остальные клетки организма ее не видят, они ее не опознают. И вот профессор сказал, смотрите, если бы вас хотел Всевышний убить сразу, он бы вам послал ДТП, авиакатастрофу, инфаркт или нож и кирпич на голову в переулке. Он дал вам возможность переосмыслить свою жизнь. Это длительный процесс. Даже первая стадия онкообразования, стадия инициации, когда одна здоровая клетка пытается стать одной раковой клеткой. Это многолетний, восьмистадийный процесс. От того момента, когда свободные радикалы только начинают атаковать клетку, это происходит десятки тысяч раз столкновений в день. А организм пытается встроить в это поврежденное место нормальную структуру ДНК до момента, когда это лавинообразное нападение уже не может организм сдерживать, идет массовое повреждение. И одна здоровая клетка становится одной больной раковой клеткой. Потом происходит стадия активации, когда раковые клетки создают раковые ткани. И потом происходит стадия распространения, когда раковая опухоль прорывается за ареал своего нахождения и идет дальше по организму. И это многостадийный длительный процесс. И практически на каждом этапе этот процесс можно остановить с большими или меньшими усилиями. Важно сделать, вот как в ДТП. Я вот попадал в ДТП и у меня, к сожалению, мое ДТП, оно было по причине, хотел выругаться, но у нас эфир, прохлопал, прощелкал. Не ехал быстро. Не была неисправной машина. Я прохлопал, я упустил. Большинство серьезных последствий нашей проблемы в любом виде заболевания, в том числе и в онкологии, прохлопали, прощелкали, не слышали. Так вот, то, что мы предлагаем, это профилактика. Потому что онкохирурги, и не только онкохирурги, например, урологи, когда вырезают опухоль, камень из почки, удаляют желчинку, они, спасая людей, убирают следствие. Но не убирают причину, почему это образовалось. Да, на великий хирург, который делал нам операцию в Украине, спас нас, и сколько я буду жить, я буду кланяться в ноги. Кстати, я ни слова не говорю плохого о врачах. Вот там медицина, мы там себя противопоставляем. Нет. Нет. Разные есть врачи, точно так же, как есть разные кто угодно на земле. Да, тем врачам, с которыми я столкнулся, я буду кланяться в ноги всю мою жизнь. Но вырезав опухоль, они не убрали причину, почему это произошло. Да. Мы работаем с причиной. Ну, нельзя же прийти, но я не знаю, если это только правда, говорят, что Анжелина Джоли, когда узнала, что у какой-то из ее родственниц рак молочной железы отрезала себе грудь. А когда узнала, что у еще какой-то ее родственницы рак матки, она вырезала себе матку. Господи, а если рак мозга, вырезать себе мозг или давать химиотерапию и облучение для профилактики здоровому организму? Ну, это же не приходит в голову. Да. Профилактика, тот образ жизни, который не допускает это, это определенный образ жизни. От чего-то придется отказаться. Да, но мы достаточно быстро к этому привыкаем, как мы достаточно быстро привыкли к маскам, к санитайзерам, что нужно там не со всеми обниматься при встрече, а с некоторыми просто там локтями или кулаками. А человек без маски уже воспринимается, как легкая эротика. Но мы привыкаем к этому. Так вот, оказывается, здоровый образ жизни, который у нас вот был до операции химиотерапии, который мы сейчас исповедуем, к нему достаточно быстро привыкаешь. И уже запрещенного просто не хочется. Мы нашли другие удовольствия, мы нашли другие продукты. В нашем доме нет сахара. В нашем доме нет белой муки, кстати. Мука для того, чтобы стала белой, обрабатывается семью канцерогенами. Потому что у кого есть бабушки в деревнях, в селах, кто видел, если пшеничное зерно размолоть, оно серое. Мука серая, но она так плохо хранится, в ней жучки заводятся. Поэтому ее отбеливают семью особыми веществами. И это быстрый углевод. Вот, мы не едим шлифованный рис, потому что не шлифованный рис хуже хранится. Его ест жучок, и его обрабатывают, снимая клетчатку. Остается практически крахмал. Если вы не знали, чем обрабатывается рис, шлифуется смесью глюкозы и талька. То же самое вредной глюкозы и канцерогеном тальком. Поэтому шлифованный рис такой белый. А бананы, ну вы же прекрасно понимаете, что из Эквадора, ни в Россию, ни в Беларусь, ни в Молдову, ни в Украину, бананы не могут прийти спелыми. Они идут зелеными в специальных газовых камерах. А здесь быстро доводятся до спелости смесью азота и этилена. Ой, я сразу про бананы еще скажу, по-моему, называется «Бананомания» или как-то фильм в интернете. Это вообще, это вот, это содрогнуться вообще вот, и на всю оставшуюся жизнь больше никогда их не есть. Это прям содрогнуться информация. Точно так же никогда не ешьте продукты с дрожжами. У наших предков хлеб сходил на опаре. А не на искусственных грибках, которые мы, термофильных, кстати, которые не боятся высокой температуры, которые мы себе в тело забрасываем. Врач сказал, чтобы мы в зрелом возрасте не пили молоко. Кисломолочный, да. Но не молоко, потому что человек это единственное существо на Земле, которое во зрелом возрасте пьет молоко, да еще и не своего собственного вида. Там тказеин, там меристиновая кислота, которые нашим организмом не усваиваются. Друзья, когда я начал разбираться в этой теме, оказалось, что все в нашем организме взаимосвязано. И те проблемы, которые зачастую пытается решить узкий специалист, должен решать вообще общий терапевт. Ну, например, что глаукома, глазное давление, первая причина, это установлено, вы можете посмотреть в медицинской литературе, обезвоживание. Геморрой, запоры, обезвоживание. Воспаленные суставы, нехватка синональной жидкости, обезвоживание. Нехватка минералов, нехватка витаминов, нехватка белков. Как зачастую происходит онкологическая проблема рождается. Нам не хватает витаминов, минералов, аминокислот. Кстати, кто не знал, витамины расшифровываются как витамин, жизнь минералов. Витамины запускают работу минералов. А минералы помогают выстраиваться аминокислотом в необходимые цепочки. И вот, когда, часто же вы слышите, да, мы пропьем витамины в сезон. А что, не в сезон они не нужны? И что тогда получается? Если клетка, она поделится в любом случае, недополучает необходимые ей вещества, она дает неполноценное потомство. Но неполноценное потомство опять не получает необходимые вещества. И она дает более неполноценное потомство. И так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, когда клетка неполноценная, она пытается выправиться. И если это не получается, в здоровом организме происходит процесс апоптоза. Это медицинский термин, обозначающий естественную смерть клетки. И больная клетка умирает. Но возникает момент, когда организм не справляется, и это деление клетки постоянно продолжается. Апоптоз отключается, и клетка начинает беспрерывно делиться. Она начинает беспрерывно делиться, возникает раковая опухоль. Раковая опухоль начинает обрастать кровеносными сосудами. Так называемый процесс ангиогенез. Потому что каждому растущему субъекту нужно кровоснабжение. И дальше начинается пролиферация. То есть она начинает в виде... Сначала опухоль просто прорастать, потом он дает метастазы, которые распространяются по всему организму. Что я хотел сказать? Один из важнейших посылов моего сегодняшнего эфира. Если у вас еще, слава богу, нет этой проблемы, займитесь профилактикой. Займитесь. Да, я не могу вам гарантировать результат, что вы не заболеете. Но в правилах дорожного движения есть правило в машине пристегиваться. Кто-то пристегивается, кто-то не пристегивается, кто-то вставляет лжи фишку, чтобы машина не орала. Я пристегиваюсь даже в такси. Это моя зона ответственности. Что? Все, кто попадает в аварию, пристегнутые в машине, выживают? Нет. Потому что, к сожалению, иногда сумма поражающих факторов выше факторов сдерживания. Но большинство выживают именно потому, что они были пристегнуты. Для меня вот эта вот система профилактики, которой мы следуем, Настя, я, огромное количество людей в мире, многие из тех, кто нас смотрит и слушает, это ремень безопасности, помноженный на парашют и на спасательный жилет. И вполне вероятно, что мы дадим своему организму резервы. Представьте себе, что наш иммунитет Это огромный гризли, Огромный, мощный медведь, Который справится и с одним волком, И с двумя волками, И даже с тремя. А теперь представьте, что это Маленький медвежонок. Или это старый, больной медведь. Даже одна собака или один волк Могут его убить. Вот наша задача сделать так, чтобы наш гризли был мощным, Огромным на протяжении всей нашей жизни. Как в случае с ковидом. Вы же знаете и понимаете, люди умирают не от ковида. Люди умирают с ковидом от сопутствующих заболеваний. Потому что у организма просто нет сил бороться. Поэтому наша задача дать организму эти самые резервы. И обязательно обследоваться по 12 константам нашего организма. В нашем организме есть 12 систем. И есть профилактические обследования, Которые каждый здравомыслящий человек должен делать. Да, это не любое обследование и исследование. Потому что зачастую назначаются Такие исследования и обследования, Результаты которых даже грамотный врач прочитать не может. Но он не знает, как прочитать эту иммунограмму. Он не знает, как трактовать эти анализы. Кстати, мы вот сдавали один из дорогущих онкомаркеров Тумор М2 Перуваткиназа. Это такой вот новомодный маркер, Который, ну по идее как, Очень четко должен показывать наличие проблемы. Мы его сдавали уже после операции. Нам нужно было понимать, Насколько глубока проблема. Ну и нам показывают, Нам сказали, что мы делали в передовой клинике За очень большие деньги. Нам сказали, что у них не делают этот анализ, Что его отправляют в Германию. Мы ждали 21 день в ожидании. Во-первых, это ожидание. Хуже смерти, только ожидание самой смерти. Мне на электронную почту приходит ответ. Больше 100 единиц. Чтобы вы понимали, От 15, Референтная норма это до 15. 15-45 это так называемая серая зона. 45 и выше это уже онкология. Я отправляю результаты этого анализа Моим друзьям, Американским онкологам. Они в шоке, Чуть ли не с руганью, Не цензурно мне говорят, Это что за показатель? Больше 100 это сколько? 500? Тысяча? 5 тысяч. Я приезжаю в клинику, Они говорят, Ну, верхняя шкала нашего прибора 100 единиц. Я говорю, подождите, Вашего? Вы же сказали, что это в Германии. Ну, а вы что, не видите, Что у вас онкология? Я говорю, так мы это знали, Мы после операции. Нам нужно было понимать, Насколько глубока эта онкология. Мы будем сейчас делать какую-то терапию, И мы же не увидим. Ухудшение, Улучшение, Плата. Потом нам порекомендовали другой маркер, Лактадо-гидрогеназа, Который в совокупности с щелочной фатфатазой И молочной, И мочевой кислотой показывает тоже уровень, Плюс печеночные пробы. И тут вдруг нам показывает, Кстати, друзья, Я очень рекомендую, Если у кого-то есть проблема, Я могу потом показать, Как это делается. Я сделал сводную таблицу всех аналогов, Чтобы у меня было это все перед глазами, Вот здесь вот референтные значения, Ну то есть норма, Название, И потом, После операции, После первой химии, После второй химии, После третьей химии, Я следил за тем, Чтобы показатели анализов не обвалились. Мы следили, И что-то бывало передвигали, Что-то отодвигали, А что-то даже отменяли. Это должно быть перед глазами у вас, И у вашего лечащего врача. Более того, Я сейчас вернусь к тому, Что я говорил, К анализам. Имейте право на альтернативу. Если поставлен такой диагноз, Проконсультируйтесь с еще одним грамотным врачом, А лучше не с одним. Чтобы не получилось, Как в докторе Хаусе, Что один какой-то высказал свое мнение, Все остальные приняли. Это вы, Это ваша жизнь. Вы обязаны знать, И вы обязаны бороться. Обязательно бороться, Обязательно не сдаваться, Как случилось в нашем случае. Потому что, Если вы сдались, Вы проиграли. Если вы не сдались, У вас есть шанс. Более того, Будьте позитивными. Я читал фантастические Израильские многолетние исследования, Где у человека, Сидящего в комнате, Брали каплю живой крови, И в другой комнате Исследовали эту каплю. А человеку давали смотреть Трагедию, Или фильм ужаса, Поро, И в кровь подсаживали Аллергены или токсины. И макрофаги, Иммунные клетки организма Были очень вялые, И практически не боролись с инфекцией. Как только человеку Давали показывать Кинокомедию, Веселое позитивное шоу, Макрофаги просыпались, И начинали атаковать пришельцев. Психосоматику никто не отключал. Дайте себе позитив. Дайте себе позитив. Кстати, Недаром Многим онкобольным, Как правило, Грамотные врачи, Назначают Продукты, Содержащие 5-HTP, 5-гидрокситрептофан, Аминокислота, Которая, Попадая в организм, Пособствует выработке серотонина, Хорошему настроению. Настя, ты знаешь, У нас это грифония. У человека Должно быть хорошее настроение. Это один из факторов. Более того, Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Нужно ли вам прохождение ПЭТ-КТ? Это особый вид онкологического исследования. Позитронная эмиссионная томография, Например, В Израиле, Ни одно назначение химиотерапии, Или радиотерапии, Не производится без Обследования на позитронной эмиссионном томографе. Это такой гигантский космический корабль, Где работают, опять же, Не с радиоактивным йодом, Как в обычной компьютерной томографии, А с радиоактивной глюкозой. Ее всасывают раковые клетки, И на хорошем мультисрезовом томографии, Там 64 среза, Показывает во всем теле, От макушки до пяток, Возможные онкопоражения Размером до 0,2 мм. Практически на клеточном уровне. И тогда понятно, Какой силой химиотерапию или облучение давать. Потому что, опять же, ошибка. Очень часто, Не видя поражений, Назначают не сильную терапию, И она не справляется. Или думая, что есть поражения, Их на самом деле дают избыточную химиотерапию, И она убивает организм. Проконсультируйтесь. ПЭТ-КТ, позитронно-эмиссионный томограф. Я знаю, что он есть в России, Я знаю, что он есть в Беларуси. Мы первые проходили в Израиле, Три следующих мы проходили в Украине. Это позволяет грамотно оценить Возможность дальнейшего развития проблемы. Что я еще хотел сказать? Уберите опасное из своей жизни, Например, такое, как дезодоранты, Содержащие алюминиевые соли. Очень многие процент рака молочной железы у женщин Происходит из-за бездумного пользования Антиперспирантами, В том числе содержащими алюминиевые соли. Грудь женщины Это гормональный орган, Рядом с которым расположены подмышки, Которые обязаны По логике, по смыслу, по назначению Выводить токсины, Выводить с потом. И когда женщина закупоривает все у себя, Этим токсинам просто некуда выйти. Просто некуда. Они начинают скапливаться в районе груди. Уберите алюминиевые соли. Не пользуйтесь дезодорантами Перед процессом, Когда естественно должен выходить пот. Например, перед физическими тренировками. Я очень часто наблюдаю, Как люди, Ну, коль это делают мужчины в раздевалке, Да, в женскую я не подглядываю, Но я абсолютно уверен, Что у женщин это точно так же. Перед тренировкой, Чтобы не вспотела футболка, Мажут себя дезодорантами, И идут на кардиозону, Идут на тренажеры, Идут на скакалку, прыгают. И пот не выделяется. Научитесь себя контролировать. Пот не должен пахнуть. Пахнут токсины в поту. Если ваш пот пахнет, Все, вы загрязнены, Вам нужно очищаться. Вот для меня это показатель. Как только моя футболка После тренировки имеет запах, Все, я сажусь на очистку. То же самое делает вся моя семья. Обязательно пейте воду, Потому что вода выводит 80% Водорастворимых токсинов. Воду нужную, Воду правильную. Кто не знает, что это такое, Мы подскажем. Так вот, я хотел вам... Настя, сколько у нас еще времени? Ну, у нас еще есть время. Сейчас эфиры не ограничены часом. Вот, поэтому мы можем продолжать. Вопросы оставим на потом. Да, потому что тут миллион комментариев. Конечно, мне очень жаль, что ты не видишь. Вы не переживайте. Мы обязательно к ним вернемся. Те, кто пишут. Вот, то есть я их потом пролистаю, И мы эти вопросы зададим Дмитрию. То есть я все еще. Не хочу просто его перебивать. Пока ты пьешь водичку, народ тебе пишет вообще огромные слова благодарности, Очень много благодарностей. Вот, сразу скажу, там, Кто просит список фотографий, Книг, которые показывал Дмитрий, Вы всегда можете прокрутить этот эфир И сделать скейншот с названием. То есть это не проблема. То есть на самом деле, как бы, Учитесь, да, решать вопросы сами. В эфире очень много информации. Ну, то есть, как бы, Это не значит, что теперь там все нужно вообще разжевать. Нам и так разжевали. То есть умейте из того, что вам дали, Выделить то, что вам необходимо сейчас. И защелачивание организма. Вот мы пьем с тобой щелочную воду, да? Защелачивание организма – это не придумка. Еще в 1932 году австрийский гений Отто Генрих Варбург Получил Нобелевскую премию За то, что он открыл основную причину рака. Он написал, что у рака, как и у других болезней, Есть множество причин. Но я нашел однозначную. По большому счету, по его теории, Возникновение рака – это метахондральная дисфункция. Это дисфункция наших энергетических батареек Метахондрии, когда происходит Такое дрожжевое расщепление глюкозы В бескислородной среде. Глю-ко-зы В бескислородной среде. Поэтому, и, кстати, профессор Бреннер В своей книге то же самое пишет, Что именно закисление организма, Нехватка щелочных продуктов, Нехватка щелочной воды – Это один из основных факторов Возникновения Онкологического заболевания. Много, много причин. Есть теории происхождения рака Генетические, Травматические, Закислительные, Бактериально-паразитарные И так далее. Но генетические. У кого-то это стрельнет, А у кого-то нет. У кого-то нажмется спусковой крючок, А у кого-то нет. Потому что кто-то делал все для того, Чтобы этот механизм не запустился. А кто-то не делал. Надо обязательно делать обследования, Но разумные. Значит, я здесь выписал 12 основных констант нашего организма. Кстати, спасибо огромное нашей Ольге Алексеевне Бутаковой. Гуру в профилактическом подходе К нашему здоровью. Человеку, которым помог уже Десяткам тысяч больных. И страждущих, потому что она врач. И просто страждущих, Которые хотят не заболеть. Я изучил огромное количество ее лекций. Я изучил огромное количество материала. Ее другой профессуры И академической интеллигенции. 12 констант. Первая константа. Артериальное давление. Это то, что периодически должен Контролировать каждый человек. У 7 миллиардов человек. Немножечко вернусь. Немножко вернусь. Вот Дима сказал, проверяйте себя. То есть, вот проверяйте себя, Что есть определенный лист. То есть, как бы чек-лист. То есть, что нужно регулярно проверять. Определенный алгоритм. Да, вот что сейчас он говорит Именно вот про это. Возьмите листочек с ручкой. Прямо записывайте. Поехали, Дим. Спасибо. У 7 миллиардов разных людей, Как у биологического вида Живучих на Земле, Давление колеблется в узких пределах. Примерно там 120 на 80. Значит, 7 миллиардов человек, А давление примерно одинаковое. Это наша константа. И если оно нормальное, Значит, оно нормальное. Мы тогда туда не смотрим. Если оно ненормальное, Мы пытаемся понять, Почему оно ненормальное. Или сделать какие-то профилактические меры, Для того, чтобы его нормализовать. Второе. Число дыхательных движений. Это ритм поглощения кислорода из воздуха. Он в среднем 16 дыхательных движений в минуту. Пробежали, оно стало 26. Прилегли, оно уменьшилось до 14. Но среднее 16 у всех. Сколько вы делаете вдохов В нормальном состоянии за минуту? В среднем 16. Третье. Число сердечных сокращений. Пульс. Ну, попросту говоря. 76-78 в минуту. У 7 миллиардов людей Этот показатель в нормальном состоянии одинаковый. Это оптимальная скорость продвижения кислорода С кровью от легких ко всем органам. Проверяйте пульс. Но ведь это же не сложно. Ну, хотя бы раз в неделю. Ну, хотя бы раз в месяц. Чтоб не было как темы у меня. Прохлопали. Четвертое. Гемоглобин. Кстати, надо делать Развернутый анализ крови. Общий, как правило, мало что показывает. Развернутый. Он достаточно информативен. И один из показателей это гемоглобин. 130 миллиграмм на литр. Это константа количества кислорода в организме. Если эта цифра 130, То это значит, что количество кислорода, Которое будет находиться в организме, Одновременно будет постоянным. И организму его хватает. Пятое. Билирубин. Это показатель Токсичности нашей крови. По переработанному количеству Мертвых эритроцитов. Ведь наши же клетки рождаются и умирают. И по тому, как выводятся Мертвые, умершие клетки Из нашего организма, Мы понимаем, насколько наша Кровь токсична или не токсична. Насколько расщеплены, переработаны, Выведены из организма, И заведены новыми наши эритроциты. То есть, в среднем, Это 21 миллиграмм на литр. Ну, В любом анализе крови Есть референтные значения. И даже если вы пойдете к доктору, И у вас обнаружат Билирубин высокий, Вам скажут, что у вас высокий Билирубин. На этом все закончится. Я вот прям сразу по ходу, Чтобы вот люди понимали. Вот у меня Старшая дочь, Когда я была Лет, наверное, Пять-шесть, У нее постоянно желтели Вот эти вот там Треугольнички На лице, Ладошки. И ей было 7 лет. И у нее началось такое, Прямо ее прям, Ну, вот прям аж знабила, Потряхивала. Вызвали скорую, Увезли. Билирубин 60, Ребенку 7 лет. Что такое Билирубин? Я не доктор. Мне никто не сказал, Что это интоксикация. Это показатель Токсичности крови. Ее там, Лампочку ребенок глотал. Какие только экзекуции Над ней, За эти 7 дней В больнице не провели. И только придя В коралловый клуб Через год Я узнала, Что такое Билирубин. Вот здесь, На наших, На простых школах Я узнала, Что это показатель Высокой интоксикации. И что? Нет никакого синдрома Жильбера, Который ей тогда поставили. Придумали там Загиб желчного пузыря. Чего такое не придумали? Господи, Противопаразитарная программа. Да воду научила ребенка пить. Семья научила. И ребенка. Я сейчас вот тебя слушаю. И вот знаешь, Это все вспоминаю, Что ребенку 7 лет было. Что пили? Пили соки, Пили фанту, Пили там Всякое дерьмо. Я водой-то ее не поила. И никто же мне тогда Израчей не научил, Не сказал. Ты ребенка водой не поешь. У тебя ребенка Интоксикация высокая в организме. У тебя ребенка Кишит. У тебя Просто не справляется Организм От того, Что там внутри происходит. Поэтому как бы вот реально Он кричит, Он пытается показать Вот этими показателями, Вот этими симптомами, А мы не понимаем. И никто не объясняет. Поэтому вот спасибо, Что ты сейчас этот тема поднял. И вот прям Это очень важно. Поехали дальше. Ребята, Шестая Очень важная И легко контролируемая Константа Моча. Каждые сутки Должно выделяться Не менее полутора литров мочи. Причем с определенными свойствами. Удельный вес 10-20 10-20 И моча должна быть Показатель ее По аж баланса кислая. Больше в моче Вообще ничего не должно быть. Ни белка, Ни какой-то там Патогенной флоры. Ничего. Она должна быть 10-20 Она должна быть кислой И она должна быть Почти бесцветной Или цвета Цветло-соломенного. Показатель Если ваша моча Темная Или мутная Это как минимум Обезвоживание. Потому что Если воды не хватает А количество Солей и минералов Выводимых мочой Неизменное Значит концентрация Солей и минералов В жидкости Увеличивается. Они дают свет. То есть как минимум Если у вас Темная моча Значит вы как минимум Не допиваете. Но ведь это же Очень легко контролировать На самом деле. Если у вас Только с мочой Выходит полтора Литра Жидкости Не считая Воды Которая уходит С калом Не считая воды Которая уходит С испарением От тела Сколько же воды Вы должны пить в день? Ну точно же не менее Чем то количество Воды Которую вы теряете. А иначе Организм Эту нехватку Понимает Как СОС Он начинает Пытаться Сберечь воду И сберегает Ее в виде отеков В межклеточном Пространстве Не хватает воды Все Отеки Надо пить больше Правильной воды Чтобы не было отеков Поехали дальше Да Седьмая константа Вес Это Тоже Норма Которая должна У вас на протяжении Жизни После того Как вы сформировались Должен быть одинаковым Ну В среднем Рост Это Вес Это Рост Плюс-минус 5-10 килограмм Ну есть определенная Формула Для просчета Кому надо будет Я дам Это Ваш вес Это запасы Чистой воды И энергии И он регулируется Гормонами Ну что ты какой-то большой дал Я тебе хочу сказать Что раньше говорили Один к одному Да Ну Минус 100 А сегодня все говорят Минус 110 Минус 120 Смотри Ну вот у меня рост Метр 73 Угу Значит Минус Метр Это 73 И плюс-минус 5-10 килограмм Вот это Зона нормального веса Для меня Ну Ну 10 Это очень много 10 Для меня Лично 5 Хотя По индексу Массы тела Если рассчитывать Есть определенные Есть определенные Границы Но я в минус То есть Реально Как бы я сегодня Просто общаюсь С людьми Очень интересными Которые вот В теме Здоровья Да Прям профессионально Они вообще говорят Вес Рост минус Вообще 120 Даже 110 точно Но они В плюс Может быть у мужчин В плюс Конечно же У женщин точно В плюс Там ничего не должно идти В любом случае Вес Должен быть Стабильным И он должен Находиться В пределах Нормального Индекса Массы тела Индекс Массы тела Это Можно набрать В интернете Это абсолютно Понятный Простой Показатель Который Легко Высчитывается Восьмая Константа Сахар крови Пять и пять Миллимоль на литр Ниже нельзя Но и выше нельзя Возможно Лишь Небольшой Коридорчик Причем Никаких Там Сумасшедших Не надо Анализов Просто Анализ Из пальца В любой Клинике И это Обязательно То что нужно Контролировать Чтобы не пропустить Инсулиновые Вот эти Дела Проблемы Кстати Я Потрясающую Информацию Смотрел Оказывается Что если Показатель Нашей крови 7,4 7,45 То вес Молекулы Инсулина 6 тысяч Молекулярных Единиц А если Показатель Нашей крови 7,3 То вес Молекулы Инсулина 16 тысяч Единиц А поскольку Инсулин Транспортирует Глюкозу Клетки То при Весе 16 тысяч Он Проваливается С Глюкозой Клетку Разрушая Ее И вызывая Аутоиммунные Реакции Вот еще Почему Нам надо Зачелачивать Организм И вот еще Почему Очень многим Эндокринным Больным С диабетом Колят Соду Дают Пить Соду И Желудок Убивают И сосуды Сжигают Девятое Гипертонический Крис Девятое 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 Жидкости Что попадает 36 и 6 Это наша Норма У 7 Миллиардов Человек На планете Хоть У эскимосов Хоть У папуасов 36 и 6 И если На протяжении Нескольких дней Нескольких Недель Измерения Вашей Температуры Показатель Этот Не соответствует Норме Нужно проверяться Двенадцатый Очень важный Константа Холестерин Показатель Жирности Нашей крови 6.0 Миллимоль На литр Но здесь Еще очень важно Соотношение Между Плохим И хорошим Холестерином Так называемый Коэффициент Атерогенности Про который Знает Очень малое Количество врачей Про которое Говорит Очень малое Количество врачей Из тех Кто его знает Это Очень простая Формула Коэффициент Атерогенности Это Общий Холестерин Минус Хороший Холестерин Деленый На плохой Таким Образом Определяется Коэффициент Атерогенности Он должен быть 2-3 Я дам формулу Кому там надо И обследование Женщины Должны Минимум Раз Делать УЗИ Молочных Желез Потому что Рак Он развивается Первые стадии Которые Уже вот можно Увидеть Полгода Год Женщины Должны Обследоваться У гинеколога Мужчины Обязательно Должны сдавать Особенно После 40 лет Анализ На ПСА Простата Специфический Антиген Все После 40 лет Должны Хотя бы Раз В 3 года Проходить Лоноскопию Чтобы не пропустить Проблемы Кишечника Которые Не видны На рентгене Должны Сдавать Анализ Крови На сахар Холестерин Билирубин Анализ Мочи То о чем Я говорил И Иногда Кстати Одна из теорий Которая оказалась Действительно Работает Эмбрионально Что Раковая Опухоль Зарождается Как эмбрион В организме Человека Ведь по большому счету Сперматозоид Мужчины Это чужеродная Клетка Для организма Женщины Но она Его принимает Потому что Снижен Иммунный ответ Так вот Есть И По большому счету Растущий плод Это тоже чужеродный Это как опухоль В организме Но Организм С ней не борется И по одной из теорий С которой я вот Ознакомился Вот эмбриональное Происхождение рака Что Две клетки Одна Безъядерная Другая Безоболочная Встречаются В организме Человека И возникает Раковая опухоль Кстати Я был поражен Что Можно определить Определенные На ранних стадиях Определенные Виды рака Пройдя тест На беременность И мужчине И женщине Да Недаром Один из показателей Который Сдается При онкологии Реа Раково-эмбриональный Антиген Он так и называется Реа Три буквы Так вот Я видел Конкретные Случаи Когда Абсолютно Небеременная Женщина И Понятно Совершенно Небеременный Мужчина Сдав тест На беременность Получили Две полоски Слушай Но это вообще Не сложно делать Это Это вообще Не сложно делать Дим Подожди Я вот такое Вообще Первый раз Слышу Это делают Это можно определить В самом начале Заболевания Или это вообще В процессе Даже То есть Какие Переды В процессе Но в том процессе В который еще Даже Не наблюдается Ну Он уже есть Но человек Его еще не опознает Не знает Я Я еще не Ну у меня Какой Передо мной Литература Которую С которой Я сейчас знакомлюсь Я уже знаю Что это так И Раковоэмбриональный Антиген Эмбрион И вот Оказывается Что вот он В некоторых видах Раков Он вот так вот Проявляется Поэтому друзья Обследуйтесь Профилактика Здоровый образ жизни Масса Позитива Не будьте Кислыми Кислыми Во всех отношениях Ну не там же О он такой был Кислый Ты такой кислый Ходишь Он действительно Кислый Потому что Он закислен Будьте здоровы Будьте счастливы Проживите эту жизнь Интересно Вкусно Активно Своим примером Покажите Вашим родным И близким И даже Незнакомым людям Как можно Не допустить Проблему А как Если даже Эта проблема Случилась Можно с ней Справиться Верьте Верьте И знайте В то Что вы Можете Я бы Немножко Переначал Название Эфира Даже не просто Там Рак Не приговор Да По большому счету Любой Диагноз Это не Однозначный Приговор Это не Приговор Который Однозначно Будет Приведен В исполнение От нас Зависит Будет ли Наш иммунитет Большим Гризли Или он Будет Маленьким Медвежонком Или старым Больным Медведем Все Что мы Делаем По нашей Концепции Здоровья Убираем Ненужное И добавляем Необходимое Усиливает Защитные Резервы Нашего Организма И нашим Иммунным Клеткам Гораздо Проще Справляться С вторжением Извне Каким Бы Это Вторжение Не было И я Когда изучил Всю эту Литературу Вы Видели Сколько Закладок Нужны Витамины И минералы Нужны Нужны Аминокислоты Нужны Антиоксиданты Я вам рассказывал В этих книгах Сказано Что наши Здоровые Клетки Десятки Тысяч Раз В день Подвергаются Атаке Свободных Радикалов А с ними Борются Антиоксиданты Значит Мы должны Организм Напоить Очистить Накормить И защитить Напоить Слабо Минерализованный Слабо Щелочной Структурированный С низким Высоким С низким Поверхностным Натяжением Водой В нужном Количестве Очистить Организм От шлаков Тароксинов Паразитов Патогенной Флоры Они Снова Будут Попадать Но Мы Не будем Давать Им Бесконтрольно Накапливаться В нашем Организме Дать Витамины Минералы Аминокислоты Полиненасыщенные Жирные Кислоты И Шесть Групп Ферментов Дать Антиоксиданты Защитить Свой Мозг От Вредного Облучения Электромагнитных Устройств Да Если Мы уже Не можем Жить Без Микроволновых Печей Роутеров И Мобильных Телефонов Значит Мы Как Минимум Должны Снизить Их Вредное Влияние На головной Мост Мы Должны Быть Подвижными Мы Должны Двигаться Это Не Обязательно Таскание Тяжести Или Боевые Искусства Это Может Быть Теннис Это Может Быть Плавание Это Может Быть Ходьба Это Может Быть Йога Дайте Своему Организму Шанс И Проживите Счастливую Веселую Классную Жизнь И Общайтесь Такими Классными Позитивными Грамотными Профессиональными Как Анастасия Свердляченко Как Многие В нашем Окружении Потому Что Наше Окружение Формирует Наше Сознание Дим Тебе Я Сейчас Тебя Уже Дослушиваю И Листаю Где Что-то У нас Вопросы Вот Я Думаю Что Вот Тут Ну Тут Просто Невероятное Количество Благодарностей Ребят Вот Кто Смотрел Эфир Дмитрий Отключены Комментарии Под эфиром Конечно же Вы Переживаете Сохранен Автоматически Сохраняется Кстати Кто-то Там Спрашивал Эфир Не может Ленте Найти Все Кто Не Могут Найти Какие-то Эфиры Это Раньше Эфиры Не Сохранялись И Они Все Сохранены У меня На страничке На Ютубе Под названием ЗОЖ Это Красиво В этом Плейлисте Напишите Все Что Вы Сейчас Писали Все Слова Благодарности Под эфиром Чтобы На самом деле Он мог Почитать Скажите Пожалуйста Как Вы Проходите Очистку И чем Коловада Плюс По-другому И как Кстати Я вам Сразу Скажу Сделаю Промощен На следующую Субботу Вот Мы Об этом Будем Говорить Я Приглашаю Специалистов Которые Нам На уровне Биологических Терминов Даже Как бы Всех Процессов Которые Происходят Расскажут Что происходит В организме В процессе Очищения И как Его очищают Поэтому Мы тут Сейчас Уже Не будем На это Время Тратить Так Дальше 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 Я думаю Что в принципе Ну вот Тут Вы пишите По большому Счету Наверное Где-то Больше Просто Люди Проговаривали Свою Боль Где-то В комментариях Где-то Друг Другу Отвечали Вот Тут Спрашивают Ваше Мнение После Операции Микрорака Щитовидки Три Недели Нашли Две Микро Метастазы Наверное Удален Был Только Один Плат Сейчас Говорят Что Две Операции И Радио Но Ведь На данном Этапе Второй Плат Здоров Ваше Мнение Ну Это То О чем Я говорил Друзья Я не могу Это Комментировать Я не врач Я Не разбираюсь В анализах Я делюсь Просто Своим Опытом Да С посылом Для вас Чтобы Что Вы не должны Переваливать Ответственность За свое здоровье На врачей Ну да Вы должны Бороться И вы должны Консультироваться Еще Других Специалистов Поэтому Я К сожалению Не могу Никак Не 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 Дима Не я Да Мы Некомпетентны В ответах На таких Вопросах Мы Говорим О том Что Профилактика Это Классно Мы Это Делаем Мы Рассказываем О своих Результатах Может Это Помочь Может Нужно Ли Это Делать Нужно Нужно Ли Бороться Нужно Нужно Да Вот И И Нужно Это Все Конечно Пред Предвосхищать То есть Лучше Делать Все Заранее Профилактика Наше Все И По большому Счету В Советском Союзе Медицина В значительной Степени Была Более Профилактической Производственные Гимнастики На каждом Предприятии Воздушные Ванны Кислородные Коктейли Водные Процедуры И Все Всякие Сейчас Этого Нет В религиях Это были Посты Голодания Которые Были Предназначены Для того Чтобы очистить Организм Кстати Очень рекомендую Разобраться С интервальным Голоданием Определенные Промежутки Времени Когда вы Вообще Ничего Кроме воды Не пьете 12-16 Часов В день Грубо говоря Сегодня вы Поели Последний раз 18 часов Дня А следующий раз Вы покушаете В 10-11 Часов Дня Следующего дня Есть процесс Аутофагия Процесс Самоочищения Организма За который Японские Ученые Получили Нобелевскую Премию Буквально Пару лет Назад Это Действительно Работает Для тех У кого Онкология Разберитесь Проконсультируйтесь С вопросами Кето Диеты Когда Максимально Убирается Из организма Углеводы Быстрые углеводы И определенным Образом Потребляется Жирная пища И определенным Образом Организм Вводится В кетогеноз Печень Начинает Гликолиз Начинает Расщеплять Жиры И раковые Клетки Умирают Просто От того Что им Нечего Кушать Здоровые Клетки Начинают Получать Энергию Из Расщепления Жирок Это Не все Можно Потому что Разное состояние Печени Я просто Точно Знаю Что этот Метод Работает На Многих Онкологических Больных Кетодиета Просто Проконсультируйтесь Со специалистами Прям вот Знаете Я бы здесь Акцент Сделала С очень Хорошим Специалистом Потому что То что У нас Люди Сейчас Городят Из этой Кетодиеты Так вот Прям Волосы На голову Не натянуть Но Это не Убирает Результативность Этого Варианта Нужно Найти Правильного Это не просто Но нужно искать Да Спасибо большое Дима Спасибо огромное Просто невероятно Тебе миллион Благодарностей От людей Вам всем Спасибо За то Что в этот Субботний день Вы Слушаете Вы с нами Вы занимаетесь Своим здоровьем И может быть Как свет Маяка Пойдет дальше И поможет Еще кому-то Да Я потому что Тоже уже сидела И думала Господи Тому не отправила А этому Не отправила А это вот Мне сейчас Написывает Вот она значит И смотрит Уже думаю Сейчас закончим И я тут уже Прям буду отсылать Этот эфир Чтобы все смотрели Потому что эфир На самом деле Был классный Спасибо тебе большое Спасибо всем Спасибо за приглашение Всем вам чудесного дня Чудесных выходных Жду вас на следующую Субботу На следующий наш эфир Традиционный В рубрике ЗОЖ Это красиво Будем говорить о том Как же почистить наш организм Как же помолодеть Как же поднять уровень Сиротонина В организме Счастье Реально Счастье поднимается От того Когда вы Организм очищаете Нам все это объяснят Так что жду вас всех На следующую субботу В 12 часов Всех вас обнимаю Люблю, целую Пока-пока Всем здоровья И всем плюсов в карму Да Пока Пока